Участники Химкинского общества инвалидов провели очередное собрание для того, чтобы обсудить предстоящие выборы, а также участие в конкурсе общественно значимых проектов на премию губернатора Московской области Наши Подмосковья. На встрече присутствовали и депутаты местного совета. Подробности в сюжете. От Химкинского союза инвалидов заявки на участие в конкурсе губернатора Подмосковья подали 15 человек. Виктор Венжик, например, представляет декоративно-прикладное искусство оригами. Он сам придумывает и воплощает в жизнь вот такие бумажные вазы. И мечтает открыть свой кружок, где поделится навыками со всеми желающими. Ну, во-первых, это интерес. Потом, значит, конечно, я много делаю, но я их организовываю даром отдаю, поскольку это купить трудно бабулькам. Многие участники общества инвалидов активнее, чем люди без каких-либо физических недостатков. Эльвира Валькова в конкурсе на премию губернатора представляет чудеса рукоделия. Я вяжу, вышиваю, шью, хорошо готовлю, но являюсь постоянным участником всевозможных выставок. Особое внимание уделили предстоящим выборам. В частности, обсудили работу временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Воробьёва. Мнение о нём собравшиеся формируют не только основываясь на работе, но и черта характера и даже происхождении. Сибиряк – это натура цельная, потому что сама природа создаёт человека, который сильнее наших подмосковных людей, и он очень активный. Руководство общества инвалидов составило списки лежачих алясочников, словом, тех, кто не выходит из дома или делает это с большим трудом. Таким химчанам урны доставят на дом. Люди, которые имеют определённый недуг, но имеют такую высокую жизненную позицию, они заслуживают особого внимания обществу, потому что на них надо равняться. К выборам участники общества инвалидов относятся ответственно. В организации 11 председателей. Каждый составляет список, в котором первого он указывает себя, а далее 10 человек, заявку которых на пункт голосования он полностью ручается. Татьяна Костанда, Олег Мелехов, Служба новостей.